Вы позавтракали? Почти. Почти. Сейчас мы будем завтракать. Доброе утро, братва. Так, сегодня у нас на повестке дня. Нужно поставить вот эту старую дверь. Временно, до следующего года она у нас будет стоять. Так как мы не успели сделать хорошую. Нужно будет здесь выпилить под ее размер. Так, окна я уже показывал. Там что-то камера села вроде. Все примитивно просто, но будет тепло. Под усадку оставили место. Так, что еще? Что еще? А, и скрываем углы. Вот эти вот, что торчит, вот это спиливаем утеплителем. На степлер приколачиваем. И сверху доской все это хозяйство закрываем. Вот такой вот сегодня фронт работы. Как бы немного, но сделать это нужно. Нет, так же, ключи у нас с коронностью. Не, давай мы сначала уже... Ну, вообще, можем ее просто поставить. Давай сначала закутим, а потом выровняем и стянем этими подвесами. Ух. 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 Мы, как обычно, перестрахуемся и сделаем... Вроде так ровно, нет? Да, смотри. Ровненько? Да. По крайней мере, внешне. А мы же еще вот этой канетелью можем угол сделать. Ну вот, которая под дверь, как она называется. Мы же сюда еще дюймовку прибьем. Вот, на 5 центов на дверь. Чтобы она не закрывалась далеко. Да, да. И мы ей можем, как бы, получается, укрепить. Ну, если мы ее вплотную сюда прикручиваем, она будет держать угол. Только нам осталось ее отпилить ровно. Сколько? На 3? На 4. На 4. На 4. На 4. Надежда. А здесь прикрученный. я вроде прикручивал узковат проемчик ровняем дверь повело и у нас здорово разбухла на улице смотрите это еще шоркалась когда открывали закрывали стерлась под размер плотно погоним мои мои работают так как хотел показать за еду вот он завтрак даже ему сегодня стане приготовил персонально говорит мне нельзя с колбасой с помидорами я грех с колбасой хочу они говорят делай сам вот так у нас нынче хотели все по быстренькому а не получилось коробка сняла в ноль прям а дверь свеженькая еще хорошенькая вот что значит когда бензина мало тогда и музыканты а у них остатки у них остатки роскоши саня говорит не зря говорит в школе уроки трудов были никита но горит правда моей школе такого не было в десятилетке играет музыкальный такой урок как бы не очень актуален был я наверстаем никитос уже настроенные были думаешь там так на изоленту на синюю тогда что-то синие были вот нашим автоклаве линочек так как залетел туда хорошо прекрасно смотрится поедет в город владивосток однако чтобы на столе было всегда вкусные продукты бы продукты так сейчас он сточет дверь надо его останавливать короче все да пойдет верно так но на этот зазор не смотрим это как в бане который который мы кверх ногами дверь стеклянную поставили вентиле цеха да кто-то если в обморок будет падать там надо будет продышаться там хер или ты вообще в бане сидишь если деда мутного выхватываешь иди отсюда так ну все вентиляционная есть все нормально для пальмы да да надо под пальму она же то больше что-то ужасно и надо запасом да нет да она еще десять раз рама подвигаться будет сырая доска а и и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Ничего больше не держит. Я пилой убежал там, сучок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поставили коробку. Напилили сюда чурочек. Вот. Но так как у нас вот здесь вот не крепко, здесь потом два бруса пропилим с этой стороны и с той. Ну, и стянем их. Вот. Другого варианта не вижу. Хотел тут запилиться сначала. Шип-паз этот ставить, закладной, или как оно-то называется. С этой стороны, думаю, нафиг пропилить здесь уже брус. Так, ну а тут у нас будет другая дверь. И зазор, получается, этот еще будем расширять, скорее всего. И ставить другую дверь. Сейчас мы это все заделаем джутом или пеной там. И здесь, соответственно, тоже у нас будет шире окно. Я чуть-чуть побольше, подлиннее отпиливал эти чурки. Нормально будет. Тут прослаблять, блин, это бревно уже некуда было под усадку. Ну, а там что, два бревна верхняя, вот и вот эта. Ну, и плюс сруб уже стоял больше года. Уже, наверное, усадка какая была. Он больше не сядет. Ну и все. Сейчас это утепляем. Здесь каким-нибудь там полиэтиленом они зашьют вот это все хозяйство. Все, можно заезжать потихоньку. Осваивать зимовье. Выметать все, вычищать. И все. Хотели нары сделать, как в прошлом зимовье у нас было. Здесь нары. Здесь тут Володька спал. Ну, так как у нас солнечные панели будут с этого угла, большая потеря будет проводов, скорее всего, у нас. Вот здесь будет там, ну, диван, стол, телевизор тут где-то. А вот нары вот где-то вот здесь у нас будут. Там, наверное, плитка. Тут умывальник у нас был в той избе. Может быть, будет он здесь. Нет, здесь мешаться будут дверцы в духовке. А вот у нас обед. Джека сварил борщ. Я думаю, что он такой вкусный. А он туда древесных грибов бабахнул. Мы спросили, зачем он спросил, что это в этих коробочках. Сказали, приправа. И он нафигачил туда древесную. Что с грибами как? Вкусный же борщ? Мне нравится тоже. Так что будем добавлять регулярно. Так, у нас тут порывом ветра оторвало этот, хотел сказать, андулин рубероид. Мужики в экстренном порядке нашивают доску. Так, ну а мы тут продолжаем утеплять избу, чтобы она была тёплая, уютная, комфортная. Вскрыли с Саньком углы эти, как я и говорил. Оставили чуть-чуть, чтобы чашка держалась. Всё, я сейчас вот в таком порядке утеплитель у нас с двух сторон. И доской вот этой всё прижимаем. И будет всё тепло. Ну, тут, соответственно, всё запенено. В принципе, этот утеплитель и нафиг не нужен. Но раз я уже привёз его и потратил на него деньги, как говорится, за то, что уплочено, должно быть проглочено. Всё, ставим. Дали собакам отдохнуть вчера. Ну и других взяли собак. Малыша обоя. Вчера чуть-чуть пайку урезали. Посмотрим. Жарко очень. Плюс 20 в тени. Ноябрь на носу. Никитос там идёт. Сейчас он постою. Он там забежит. Километра полтора. Поэтому склонно будет стоять. Собаки кого-то зацепили там, наверху. Вот так гнали. Высоко. Вроде ещё там. Ноябрь на eyebrow. Так. очень крутые шутки Тяжело и людям, и собакам, что-то ничего не пойму. Собачка одна на месте. Здесь в этом буреломе кого-то держали. Скорее всего косолапого берлогу нарыл. Жарко, да. Такая же фигня. Что не успел я, да? Тяжело. Круто тут. Минуток десять бы еще. Короче, на 10 минут больше. Держите. Давайте отдыхайте. Сейчас пойдем дальше. Хорошо. Зубрижку они тут держали. Подстригли его немного. Общипали. Чуть-чуть я не дошел. Я вон оттуда подымался. Там крутой спуск такой. Как раз бы вывершил сюда. Он бы тут в простреле был. Поскакал так. И все. Я берлогу искал, искал. Сначала малыш держал. Он не убегал один из-под одной собаки. Потом все подхватили. Он сорвался. Ну ничего. Это полезно и мне, и собакам. Ты такой малыш берет. Моза берет. Это тоже будет. Моза берет. Очень серьезно. Собак надо было в ручей спустить Жарко очень Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Никит, Мишку загнали на дерево и будешь стрелять? Добавляет! 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 вы мои умницы мои кормильцы идите сюда мои хороши да ладно все кино не будет так стащили мы вниз молодой медведь прошлогодний буряк тут сейчас обдерем и будем выносить переломки что там злат подкрадываются да еще все хватит домой надо ехать все 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 ватка давай с каркасом мешок сзади как-то цепляется отсеку свободно как он говорит не то что вы привыкли с мешками чтобы очень носить да было что туда положить новая версия поняги получается блин еще лежала же там поняга замок блин старая пасеки думал взять ее не взять взял и не взял так бы сейчас хорошо с ней было ул а ул ул а а а а а Бежит башка такая, заберите меня, блядь, не, не унесу я ее. Че почепали? Ничего не забыли? Не. Все, убрали. Не дождался, и Никитоса пришлось стрелять. Убежал бы Мишка. Вот такие выстрелы. Не алло. Ну ничего, для первой охоты пойдет в году. Собакам тоже надо восстанавливаться. Не знаю, там будут говорить. Вот. Они крупный медведь типа. Не трофей. Я не трофейный охотник, а простой. Собаки работают, надо тоже работать. А за трофейным тут можно месяцами бегать, пока они силу наберут. А вот на таких мишках они. Уверенность к ним приходит. Вчера трофейный один реванул. Ну, не было там малыша боя. Отдохнуть я им дал. Реванул так. Все в разные стороны разбежались. Потом решил не покормить, урезать пайку. Чтобы злость появилась. Ну, вроде. И то, вчера им там, смотрю, Андрюха дал все-таки. Говорит, что чуть-чуть. А походу он просто забыл, что я просил не давать им. Она изюбря. В какую погоду собаки не сработают. Мягко. Земля не промерзшая. Зебряк очень хорошо наваливает от них. На махах уходит. Жарко собакам. Они могут догнать. Я говорю, вот замерзнется тогда. Тогда да. Тогда другая охота. В общем, скажу, прекрасный день. Походили, поохотились, добыли. Сейчас переедем. Там баня. Натоплено. Это не скоро. Долго. Ничего. Как прогулялись? Нормально? Да, идите. Вот у тебя все в идеале. Вот этот локоть твой подранный выходит из общего комплекта. Надо какую-то повязку там такую оранжевую, да? Надо просто... Кого? Подлокотник? Нет. Добавлять в видео. Извините. Говори, что, блядь. Брошился на. А, да? Я ему на 4 раза, блядь. Пинком. Нет, кстати, камера-то включена сейчас. Да? Я вот это и добавлю. Ха-ха-ха-ха. А, блядь. Я еще эти лапы пру, блядь. Жир пру этот внутренний. Где-то кричить. Там чуть-чуть останется. Отправим, как обычно, почтой. Обращайтесь. Литр-2, наверное, там вытопим. По пол-литра с Никитой. Литр на продажу. Вот. И желчина большая. Вроде лапы стали принимать китайцы. Если не врут, по полтора рубля-килограмм. Ну, так, ну, в скидку где-то килограмм. Шесть, наверное, они шесть с половиной. Не больше. Думали две ходки делать. Оказалось одну. Разбито мясо все было. Сильный капец на рану зверь. По месту. Последний выстрел только. Крестец. Видел, что крестец перебил. Знаете, сейчас вот говорю и вот все на мысли ловлю, как будто тут оправдываюсь перед кем-то. Да просто устал от этих зеленых. Зайдут на канал и начинают. Зачем, да почему. Я же в вашу жизнь не лезу. Мы так живем. А вы так. Мы так привыкли. Кишка вываливается. Мужики, в вашей местности сахатиные клещи есть. Это отвратительные создания. Вот такие просто отвратительные. Сколько их лезет, путаются везде. За уши, в затылок, в уши, глаза. Кусаться не кусаются. Вроде кусаются. Он как-то вроде кусал. Или с божьей коровкой путают. Мерзкие прямо. Вон она, переломочка. Можно было мешки оставить и доехать. Но у нас бензина как бы на обратную дорогу хватило. Мы далеко уехали. Больше нету. О, как хорошо. Давай, счастье так же будет. Ты воду в эту штуку не наливал? Нет. Зря ты так. А термоз далеко? Еще воды не хватало. Сейчас. Фу, блин. Что мы? Как же вас закинуть-то сейчас? Ой. Шкуварку одну порвали. Мишку стягивали вниз. Буря, иди отсюда. А, нам только аккумулятор на жутку на дырку. Сахачи. Нужны, блин. Ну вот почему-то же их назвали сахатины. Что-то, видать, для них нужны. А для чего еще? Буря, иди, иди сюда. Давай. Иди, иди. Иди. Иди, моя девочка. Ой, ты моя. Залезай. Давай, давай, давай. Все, место. Пошли, малыш. Иди. Иди ко мне. Иди сюда. Иди. Давай. 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 Давай залезай. Давай. Залезай. Иди. Буря. Ну что, мы дома. Ничего не видно, наверное. Ну, я вам скажу, что все прекрасно. Банька натоплена. Будем отдыхать. Хороший день. После ходьбы такой, как бы, баня, конечно, незаменимая вещь, я бы сказал. Просто незаменимая. Сила она прибавляет. Прям капец. У мужиков тут котлеты рыбные. Молодцы. Приготовили. Златку нельзя сейчас пускать. Попукивать будет девочкой, да? С кишочков-то. Выгнали Златку, да? Конечно. Хочется. Да. Что зовут? Вот такие котлетки у нас маленькие. Жека такие делает только. Маленькие. Маленькие. Чтоб долго у плиты не стоять. Сделал так сделал, да, Андрюха? Коронную свою. Не хочет. Конечно. Который день на сухую, да, Андрюха? Да. А вот тут он не удержался. Да. Сказал. У меня есть. Я что-то две съел мало. Я тоже две съел, вот еще положил. Очень вкусные, сочные получились. Сразу надо класть 3, да, минимум? 3, да, 3. В охоточку. Еще вот Лечи мама передала, очень вкусно. Мамуль, спасибо. Нравится мне такое. Викторович, а дед твое Лечи, ты съел уже? Да. Пожалуйста. Очень вкусные. А то потом будут говорить, что не даю никому. Пожалуйста. Сейчас камеру выключу, заберу. Навтра не едем никуда. Тут, по-моему, алкоголь пожаловал. Он тихо работает. Мы даже ничего спрятать не успели. У нас все закрыто, лицензия закрыта. Вот они, вот они. Монстрик приехал. Сергей Саныч. Здрасте. Приветствую, приветствую. Как мы рады вас видеть, а? А мы уже думали, приехали потихоньку, а его там нету, бля. А ты где уебался, Роберт? Нормально. Здорово. А вы что, вдвоем? Да. Да. А, вот так прокатиться? Как в лес заманили. Мы туда заехали потихоньку. Сколько тебе налили, прежде чем посел на этот аппарат? Мы думали, что сегодня порыбачим. Вечером мы сюда приедем. Шнапс уже есть у вас? Ну тихо, бля. Да. Мы на сухую уже 5 дней. Я уже думал, к нам тут аристократы одни должны были приехать, вторые. По идее, они дороги испугались, наверное, не поехали. Погоди, к нам сегодня, Влад едет, до Дичуна первого переезда, ну как, к Дичуну приезжаешь, ой, в мост. Ну, ну. Хлоп, шаха. Хуяк, развернулась и нету. Да, рыбаки, наверное. Нет, ну и что вы как пролетели на нем? С комфортом, Саныч? Чисто, Леха, я тебе говорю, ехали как на велосипеде по тротуару. Не, ну сколько вы по времени ехали? Да мы там остановимся. Ну, я вижу потею, что вы раза четыре остались. А вы пили вместе все равно, ну. Бля, а рюмку, да, сегодня? Или две. В час? Запутался, запутался. Даже пиво не пиво. Пиво есть. В час. Ну, нормально, ну ладно, топим байню тогда, все. Не, не, не. Ты говоришь, сегодня давай пойдем. В смысле? Вы что, обратно что ли? Да мы идем. Да что вы гоните? Да вместе поедем завтра с утра. А что про рыбалку? Мы хотим рыбать. Да нормально все, сейчас пойдем. Не видал какого я ленка. А, он ленка заборол, я только его здесь не видел. О, ладно, сейчас посмотрим. Он или его с собой привез, куда-то ушел вверх туда и принес. Ну, с деревни привез его. Где-то там скинул по дороге. А потом приволок. Что, тушенки нету, что ли? А вот... Ой, блин, как я рад вас видеть, братцы. Ну что, давай еще надо бутылку. А вас, вы все доставаете? Что вы начнете? Слухай, короче. И ключи, ключи. И будем вспоминать, кто с какого военкомата призывался. Смотри, Андрюха вообще засветился. У кого? Ну, у него вчера нарисовал. У него день рождения сегодня? Нихуя, блин. Андрей, а у тебя что день рождения сегодня? А? Да он написал, пошел. Что ты, надолго? А? Надолго что здесь? Ну, через недельки, полторы-две. Ты, если он не обманывает, конечно, что у него день рождения. Нормально. Доставку заказал, да? Андрюха, наверное, но... Так, друзья, у нас свежее дыхание, как говорится. Новые силы заехали на участок. Хотели избушку достраивать, но, сами понимаете, сегодня перерыв. А там уже все достроено, нары только надо и все. И каркас сколотить с доски и целлофаном закрыть его с двух сторон. Двойной стеклопакет, типа. Все, можно затапливать. Я, наверное, сегодня там буду ночевать. Здорово! Совстречу, блин. Давай, к приезду, наконец-то вы посетили наш скромный уголок. Молодцы. Что, еще с кем-то хочешь? Нет. Давай, давай. Хотелось бы, да? Ты просто привык на гараже, много рук тянется. А тут всего три. Ну и с теми, кто в камере. Нет, Андрюха. Да, и за них тоже. Жека, берите. Нет, Андрей! Поздно. А то мама будет. Ругаться? Нет. Давай, поброшу. Сынка, алкаш. На фотошопе мое лицо приклеим тебе. Никто не поверит. Прям рыбные голимы. Андрюха. Компотик. Давай, братишка, с днем рождения тебе. Андрюха, сколько тебе? 48? Местного прорезала 47? Больше, меньше? Давай, отдохай. Давай, давай. Кому 47? Да не тебе, блин. Что бы реже? Бля, там без рыбы, боже, что-нибудь. Грибов, ебай. Сейчас. Что ты, Сережа? Надо вообще тарелку, блядь, не поймем. Грибов туда есть. Будет, как лосина. Ну какие были. Не, Лёха. Древесные, он думал это приправа. Вот с китайцами. Я с китайцами тот раз по тайге, помнишь? Как нездошел с этими тремя, блядь, долбоебами. Прям вкусно. Один нормальный, а два... Когда вы грибов кучу привезли? Они да, притащили в пакетах. Я говорю, вы что вы рвете? Рома такой, я как сейчас помню. Рома, да. Рома. Чего они за грибов? Помнишь, китаец был, который 8 лет в тюрьме сидел в нашей, в российской. Он привез там уркаганов каких-то своих. У него общага какая-то своя, малосемейка. Уссурийский был. Китаец? Да. И вот он их всех привез, они все ему сказали, что они влащики там. А по итогу приехали. По кастрюлю. Нет, они не могли елку от кедра отличить. К елке такой стоит. Такой примеряй за веткой. Низкой начинает. И он туда такой встал такой. Стоит. Ты что там собрался? Нормально все? Да, ну сейчас типа залезу там. Шишки. Я говорю, а не, она такой редко растет. Иногда бывает. Вот такие нахуй они нужны. По итогу они патонку короче собирали. С ними две бабы было. Патонку собирали. 15 человек. А Гена у них ночью менял на спирт. Это при мне был. Ночью смотрю, Гена откуда-то тащит эти мишки. Леха. Они вот, балладанные. Это первый год шишки началась. Да, да. Ты был на югах. Давай, Андрей, еще разочек. Сейчас не умрешь. Давай за гнюху. Кого? Гнюха. Андрюхе полстана. Ну если не придумал, конечно. Паспорт покажешь? Да, паспорт, кстати, я когда вот самогонку покупал. Сейчас он у девчонки там. Они говорят, паспорт, поле стой. Надо что-то придумать с инвалидностью с этой. Движучки забрали. Пусть пенсия идет. Втаришься. А сколько сейчас? А там смотря какая инвалидность. Там копейки. Ну там две-три тысячи. Ну а сколько две-три тысячи? Володя мрот поднял сейчас. Всем мрот поднял. Так, друзья, мы тут пока суть до дела. Такую. Симпровизировали немного. Раму сделали. Пленка у нас в негодность пришла. Степлица вырезаем пока оттуда. Вот с одной стороны на степлер посадили. Раму такую сколодили. Здесь тоже пространство это все утеплили. На степлер. Ну в общем, как я и хотел. Панорамное окно. Хороший вид с окна. Прекрасный. Ну по крайней мере видно этот день, день, ночь. Все видно. День, ночь. Так, все. Затапливаем. Посмотрим, как тут будет комфортно. Строительный мусор, обрезки там всякие. Есть. Так, нам дрова надо будет чуть-чуть дальше туда класть всегда. Чтоб тут не было. Чтоб степло. Ну. Так. Ну все, закрываем, ждем тепло. Все утеплено у нас внутри. Ни щелей, ни зазоров, ничего нет. Везде что, мухом бы натыкаем. Ну по старой схеме. Сегодня скорее всего я тут проведу ночь. Будут вспоминать, ностальгия, все такое. Есть матрас у нас. А сейчас какую-нибудь шконку соорудим. Ну это так, чисто символично. Вот. Ну, осталось переезжать. Мужики не хотят переезжать. Говорят, типа это, там телевизор есть, там все. Телевизор у нас держит. Да, телевизор их долго это будет держать, засасывать. Это пока мы солнечные панели вот сюда не перенесем. Всю эту систему туда. Там тарелку. Ну тарелку мы скорее всего будем оттуда тянуть. Удлиним кабель, потому что она уже настроена. Так, и привез я туда этот грибок или как он, колпак этот, на трубу. И мастер флэш установили, только не нашли мы герметик, который я привез. Нашли герметик обычный какой-то, жаростойкий. Вот такой. Ну, выдавливаем его таким образом. Пошла жара. Пошла, пошла. Сейчас подметем тут. Лишнее уберем. Андрюха рассказывает прошлые истории со своего дня рождения. Как у него утренники проходили. Ты же прошлый день рождения где отмечал? На воле? Да. Ну, в менее дружественной обстановке, правильно? Ну вот. Раз, два. Раз, два, ну да. Блин, тяга хорошая, да? Отличная прям. Ну-ка закрой поддувало и эту открой. Будет сюда тянуть. Дверцу открой. Смотри, да? Вообще прекрасно. Прекрасно. Отлично. Так, ну все, дверь закрываем, поглядываем сюда, чтобы лишний дымок не шел. Все, ага. Все, все. Все, сейчас будут кирпичи нагреваться. Мужики там. Если честно, за этот мастер флеш переживаю. Потому что, вот, он же под, ну универсальный размер, там какой нужно, отрезаешь. И вот сейчас отрезали верхнюю часть. И вот этот кусочек остался, там, около печки. Ну, можно сказать, ближе к жару положил. И он загорелся. И причем так. Он же на сэндвич трубу, получается, идет, правильно? А у нас тонкостенная нержавейка. Ну вот сейчас понаблюдаем пока. Есть такая возможность, как он себя будет вести. Потому что что-то опасение есть, что... И он загорелся. Причем так. Не просто там тлел, там, знаете, а прям... Ну, как резина обычная загорелась прям. Сильно прям загорелся. Он должен же быть жаростойким, правильно? А не это. Такую температуру, так как открытый огонь он не должен держать. Но я почему-то думал, он будет. Надо посмотреть, что у нас тут по противопожарной. Так, еще хотел сказать. Много вопросов было по поводу Дарсу. Как у него дела, что у него там происходит в жизни. Костя сейчас тоже будет смотреть этот фрагмент. Все у Кости как бы хорошо. Вроде налаживается жизнь. На тот момент, когда я был, ну там, в деревне нашей. Он работал на металлобазе. Вот. И параллельно проходил комиссию в горно-обогатительный комбинат наш, ГОК. С лесарем. Дело в том, что когда следствие шло, он, ну он же не мог здесь находиться. Ну вот он там был и как-то жизнь его качественно изменилась в лучшую сторону. Там появились знакомые, его там узнавать стали. Там, ну там, как бы, многие там поддерживали его, там где-то встречали в магазине, там или еще где-то. Вот. Ну и многие же из вас хотели, чтобы он как-то семью и обзавелся. Ну это пока, конечно, в далеком будущем. Но хотелось бы, чтобы у пацана было все нормально. И я тоже, как бы, считаю, что такая отшельническая жизнь, это, ну не для молодых. Ну как он молодой, что, 3-4 года? У меня уже и дети были к тому времени, к этому возрасту. Так что, так, ну Костя, ну а тебе хочу сказать, что нужно задуматься. Хотя я, ты сам знаешь, тебе много-много раз уже об этом говорил. Нужно жить не одним днем, думать о будущем, как-то планировать свою жизнь. Может быть, нужно круг общения поменять, не знаю. Знаешь, есть такие друзья, которые, вот они на низ тянут тебя, вот на дно на какое-то, там, веселые компании, вот куражи. Это все хорошо, но в определенном возрасте. Когда ты уже взрослеешь и нужно как-то о семье думать, то такие ребята, они, ну не дадут тебе никакого роста жизненного. Поэтому, давай, наверное, думай как-то. Может быть, общежитие там, можно комнату будет как-то, ну, оформить. Подумай об этом. Ну, без жилья это тоже, там, то, что ты скитаешься, там, у сестры, у брата, у них тоже свои семьи. Все равно это как-то стесняет, конечно. Одно дело погостил, там, месяц, там, у одного, месяц у другого, но все равно стесняет. Да, и девчонку туда-то уже не приведешь так на постоянку. Вот. Так что надо что-то думать. Давай, обращайся, может, к нам, может, мы там чем-то поможем. Может быть, можно будет там как-то про комнату похлопотать. Вот. Ну, такие дела. Как я уже говорил, уголовное дело закрыли. Была необходимая самооборона, человек спасал свою жизнь при нападении тигра. Остался у него только момент с административным правонарушением за нелегальный ствол. Ну, там штраф там, что-то две тысячи, две с половиной, может. Так, ну все, да то очень много вопросов, и я каждому не могу отвечать, что с Дирсу. Я вроде бы и уже говорил об этом видео, но, ну, бывают люди перематывают, а потом задают вопросы, что с ним. Хотя вся информация была уже озвучена. Так, все, мужики уехали. Влад, Сергей Саныч, мы их оставляли, сколько уже и баню берем, затопим. Ну, Влад, очень много работают они. Ну, там год работ безвылазно. Хочется им тайгой насладиться. Что, говорит, сидеть тут на таборе, смысл какой. У них лицензия тоже на зюбришку. Поедут сейчас какое-нибудь зимовье найдут, переночуют в тайге. Как бы всех охотников знаем. Ничего страшного в этом нет. В избушке уже тепло, так достаточно. Прогревается. Это, знаете, многие пишут, я замечал в комментариях, ну, на некоторые каналы заходишь. Вот почему вы кирпичную печь не делаете. Ну, в тех избах, где люди не живут, а вот, ну, допустим, переходные там. Не знаю. Ну, вы сами подумайте. Вот печь, которая железная, у нее огромная теплоотдача, сразу прогревается все. А чтобы вот эту кирпичную, как бы, прогреть печь, это до двое суток надо. Пока она прогреется, пока этот конденсат весь просохнет, пока изба просохнет. Мерзнуть первую ночь там, лежать, топить ее. А потом, да, вторые-третьи сутки, конечно, комфортно. Но уже уходить надо с этого зимовья. А вот если такое, ну, у нас же тоже с самого начала вот в этой избе была печь эта железная. Все, мы приехали, когда Володька еще не жил в зимовье в этом. Приехали, быстро раскочегарили ее. Зимовье прогрели. И все, поддувало закрыли, тепло. Да, пусть пока топится. Потом остынет, труба поставим. Интересно, она сильно расширяется, когда нагревается? Викторич, на что ты тут воду поставил? Да. И ты тут нужен. Ну да. Курочки все, последние сутки завтра поедут к Иванычу. Ваньке там собака какая-то проникла в курятник. Подавила кур. Титома очень сильно расстроилась. Звонила. Что вы, говорит, курей рубить будете? Да нет, вам привезем. Ваньке не сказал просто. Ваньке проведут они зиму. Сюда можно собачек каких-нибудь почистим. Вольерчик. Тигр все равно придет зимой. Пусть лучше собаки. Некоторые там хотя бы в вольере. А вообще надо вольеры строить для собак. Ну, это все в планах. Мы построим по-любому. Ну, такие вольерчики. Ряд сделать. И все. Удобно открыл. Не надо ошейники эти постоянно расстегивать. Что, братва, белые мухи у нас полетели. То плюс 25, то белые мухи. Тут кто-то спрятался. Сегодня переночевал в этой избе. Ну, так чисто символически хотелось мне. Посмотреть, где там сквозняк. Все такое. Все, понял теперь. Ага. А что у вас тут за тамбур? Курильня прямо у вас тут. Не курите? Жевательный табак надо тут только использовать. Вот, Саня, понял? Туда аж рука вон залезает. Видишь, полностью. Можно этим утеплителем туда затыкать. Потому что у меня здесь просто кончился. А нет, у тебя вот она полоска. Вот она, видишь? Вот она здесь была. Вот. Ты ее просто вот так вот, вот на этом месте напенил. Я ее вот поотрывал и туда засунул. И вот он тут светится тоже. Вон вниз. А так вообще тепло. Ну, офигенно. Я туда спальник один засунул и все отсюда не дуло. Вообще ничего. Вот это все испарилось. Тут дым был. Я что-то боялся ночевать. А то не проснуться бы. А потом что-то два часа и все отлично. Банда, банда вышла такая. Спокойно, банда. Бандейка такая. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Так, ну ладно. Че? Никитос мясо не хочет брать, говорит, тушеночки взял чуть-чуть. И рыбных консерв. Мы лапы повезем. Жир мужики тут вытопят потом. привезу на самокруточка коня как ты себя на шестом десятке ощущаешь так к так же как и позавчера получается ничего особенного не изменит на бодрячки вы сегодня кино только смотреть по телевизору все так давайте мы покажем часа не тут своял и сразу цена звучит чтобы я ничего не напутал связи то сумма нет три рубаса 344 а это здоровенный ремень кто-то на заказ хотел так как мне найти ты сейчас вниз вконтакте контакте да пересылал короче ремень 160 длина рабочие 150 но плюс он еще вытянется немножко здоровый ремень на большого крупного человека цена так сумочка 6 а это все и потом видео понятлю что запомню там кармашки внутри есть внутри нету это ум от надо себе делал ну извините так может ремни во внутрь засунуть все собираешь были 0 градусов не заводится свечам накала наверно она пришла кнопку нажимаешь в разрус но напряжение не падает пришлось котел запускать он быстро нагревает махом провожающие провожающих просьба покинуть вагон поезд отправляется целом именинник давай сквоз пистолетом Андрюха, веселая всегда, в Рагу пойдете? Я так и знал, так и знал я, ничего другого не ожидал. Так, все, братцы, добрались мы, три с половиной часа обратно долетели, дорога сухая, еще и подмерзла. Все, Никитос доволен, наверное, а не, я доволен, не хотел уезжать. Все, нам дальше разгружаться надо, давайте, берегите себя, близких, всего доброго.